здравствуйте вы смотрите market watch в студии роман шевченко сегодняшнем выпуске рассмотрим следующие темы банк англии игнорирует инфляцию безработица в сша и рекорды фондового рынка в четверг глава банка англии эндрю бейли заявил о том что британский регулятор готов задействовать инструменты монетарной политики при появлении признаков более устойчивого роста инфляции но по его мнению все еще нет повода для вмешательства монетарного комитета ведь рост цен обусловлен временным спадом спроса и предложения проще говоря эндрю бейли говорит о том что банк англии готов игнорировать инфляцию тем не менее ее дальнейший рост может изменить данную позицию в момент выступления с речью главы банка англии валютная пара фунт доллар продолжила снижение на фоне общего ослабления фунт стерлинга активность продавцов оставалась умеренной так как лишь более мощное укрепление доллара сша может обвалить пару к минимуму с начала апреля текущего года безусловно риск ослабления данной валютной пары остается повышенным тем не менее паники на рынке все еще нет к тому же сезонный фактор лета способствует снижению волтинности торгов а теперь перейдем к сша безусловно вы все уже неоднократно слышали о рекордных показателях инфляции в этой стране и о фантастических объемах финансовой помощи для бизнеса и населения тем не менее ключевым вопросом остается устойчивость восстановления американской экономики соответственно релиз отчета по безработице и количеству созданных рабочих мест который состоится уже сегодня может оказать сильное влияние как на доллар сша так и на фондовый рынок оптимистичный сценарий который учитывает уменьшение безработицы на 5,7 процента при увеличении количества занятых вне сельскохозяйственном секторе на 700 тысяч человек вряд ли окажет сильную поддержку доллару сша в то время как более высокие темпы восстановления рынка труда способны заметно усилить покупателей американской валюты в более долгосрочном периоде речь идет о том что сильный рынок труда при растущей инфляции и деловой активности увеличивать вероятность плавного ужесточения условий монетарной политики что свою очередь является бычьим фундаментальным фактором для доллара сша смещаясь на фондовый рынок отмечу невероятно высокий темпы его роста так европейский индекс сток с евро 600 а также американский индекс s&p 500 зафиксировали один из лучших полугодовых результатов за последние 20 лет уступив лишь доходности 2019 году также обращу внимание на то что рынок акций европы и сша демонстрирует куда более высокие темпы роста в сравнении с рынком акций развивающийся стран это напрямую связано с разницей объемов финансовой помощи в этих регионах соответственно даже малейшее ужесточение условий монетарной политики ецб и федрезерва может спровоцировать сильный обвал отмеченных индексов надеюсь что теперь стало понятно почему глава федрезерва пользуется любой возможностью для заявления о том что инфляция является временным фактором и соответственно нет даже малейшего повода для повышения процентных ставок конечно же мы понимаем что это не совсем так и с каждым днем риск обвала фондового рынка увеличивается вопрос не столько во времени сколько в скорости и силы снижения ведь федрезерв и правительство делают все возможное для предотвращения обвала фондового рынка на этом у меня все внимательно сидите за новостным фоном и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка